Мне нравится, что книги продаются В углубине Свердловской плыльки, Что каждый получает, как на блюдце, Поискала и образы мои. Я счастлив, что читатели найдутся Не все, походу, в образе свиньи, Не молодые, не всегда. Есть люди и в серьезные слои. Я продаюсь, однако не за бабки, Никто не унесет меня в охапки. И я даже, если вся святая Русь Приобретет в твоих морей книги И тщательно в них спрятанные филипки, Я вечно ваш, но я не продаюсь. Я тебе говорю, что в нашем деле Надо исполнить. Деньги, только два секунда. Потому что я искал синоним. Мы продолжаем и уходим. Хотя это можно, не скрицать, не снять, Но я бы еще пополкнул. Давайте еще пополняем. Здесь там уже вопросы из зала. Добрый день. Дмитрий Львович, вы очень много всего успеваете. Вы преподаете, вы пишете для журнала, Вы читаете лекции, пишете книги. Может, поделитесь вашим секретом? Как организован ваш творческий процесс? Мой творческий процесс организован у дома. Когда мне не хочется, я не дышу. А почему я многоустреваю? Она так обстоятельствует очень просто. Ребята, я не пью на всех. И это экономит твое время. И резко понижали муки совести. Которые очень мешают работать. Вот эти ужасно похмельные состояния, на преодоление которых уходят часы и месяцы, у меня не бывает. Я не очень много развлекаюсь, много работаю с молодыми, а это всегда сближает каким-то душевным здоровьем. Вы не поверите, что я предлагаю историю зарубежных ветеродона в Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Какую уж там госслужбу они сослужат после этого, я не знаю. Но мне с ними ужасно весело, и со мной тоже. Вот это организует мой больший процесс. Посмотришь на молодежь, забудьшь ей нравиться, и как-то нехотя подтянешь ее приумку. От чего и ворчу. Спасибо. И мне не сердце, главное не любите. Да. Дмитрий Львович, вы, кажется, прочитали в тысячи раз больше, чем все мы вместе взятые, и сами писатели. Мне интересно, как вы считаете, вот как писатель про себя, он знает, насколько он хорош или бог? Знает ли он, что он гений? Ох, какой серьезный вопрос. Он просто хороший. Вы где вообще поможете? Это я. Хороший. Это очень тяжелый вопрос. Я могу ответить с предельной честностью. На 90% писателей знают себе цель. Но у всякого писателя есть одна больная тема, в которой он не может оценивать себя адекватно. Его идея фикс. Если этой идеи фикс нету, то нет писателя. Не от того, что Толстой вызвал энергию заблуждения. Но само наличие этой двойной точки приводит к появлению слепого пятна, когда вы себя не контролируете. Вот таким мой знакомый сошел с ума на идее стенной печати. Он считал, что в помощи стенной печати в России можно установить демократию. Во всем остальном это был адекватный человек, очень умный инженер. Но вот это, ну, у Толстого был такой пунктик с идеей обращения, с идеей новой религии, без чуда. Ну, Достоевского был такой пунктик. То есть, ну, у каждого, ну, даже у Пушкина была идея аристократии, аристократизма. То есть человек на 90% собой владеет, а на 10% нет, но именно эти 10% делают ему интересным. Понимаете? Пока вы не сошли с ума, вы никому не нужны. А как только сошли, от вас сразу пошла энергия. Вот это излучение, воплощенное повеликой идеей, мощного ума. Ну, это уж есть такой пунктик. Я вам его не назову. Но он есть. Когда не будет прошивки, перейду на когда. Давайте мы не будем переутомлять вас и меня. Последний вопрос был где-то... Добрый день, Дмитрий Гривович. Я с права класса. Пошу рукой. Меня зовут Антон. У меня такой вопрос, знаете, я сам не очень люблю читать. И все мое угрожение практически тоже очень не любит читать. Но сейчас, возможно, новые технологии, там, сериалы, фильмы, может быть, они все-таки как-то смогут заменить и оправдать, скажем так, наше не читающее поколение, что мы все-таки думаем, все-таки это можем мыслить. Или все-таки вот надо все-таки читать, даже если мне очень нравится, потом понравится. Ответ на ваш вопрос даст жизнь. Когда, наконец, настанет всемирный энергетический кризис, прекратится электричество, исчезнет телевидение, сдохнет интернет, прекратится электрическое освещение, мы все будем сидеть в пещеру, почитать при свече. И если говорю серьезно, то я предмет имеет никакую ценность. Сантаточеку нельзя отнять. Литературу отнять нельзя. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо.